точно это вариант отличный вариант всем привет ну что погнали новый день я надеюсь что у нас с вами сегодня будет все хорошо это real lifecraft секунду секунду хорошее начало это если не ошибаюсь рок эта птица которая тебя хватает наносит в небеса сбрасывает оттуда ты разбиваешься к чертям и умираешь ладно хорошее начало договорились так во первых мы только что закончили выживание на скайблоке это было прикольно но концовочка ну я не знаю там все такое неинтересно уже в конце было самом начале было очень круто но вот эта сборка это просто нечто особенное вот здесь меня полянка цветами для того чтобы здесь можно было лечиться то есть нимфы спавниться рядом с цветами летают рядом с цветами и еще раз прошел день под предыдущим выпуском 10 тысяч лайков с начала канала такого вообще ни разу не было чтобы один день 10 тысяч лайков под выпуском вы чё творите-то народ ауму блин огромное спасибо на самом деле потому что для меня это дико неожиданно давненько такого не было или вообще точнее сказать никогда такого не было и вот тебе на значит продолжаем так вот в первую очередь смотрите у меня здесь есть зеленая точечка это bizarre bizarre это такой тринкет или здесь это называется бабл украшение которое находится вот здесь вот ну естественно можно выбить моба можно найти в сундуке я выбил с паука и вот этот bizarre он дает полный иммунитет к отравлению и сегодня выпуске мы с вами опять отправимся в эту башню то есть я хочу ее полностью зачистить до конца посмотреть что там еще есть скорее всего я смонтирую максимально коротко потому что ну там просто этажи просто зомби скелеты смотреть на одно и то же не так интересно самое интересное это то что в башне должен быть босс я только не помню как он призывается вот серьезно где-то он там может быть на последнем этаже или еще что-то такое то есть я хочу туда добраться и посмотреть что есть в боссе тихо забить уходим еще трое все-таки убил в голову ладно это не страшно место просто шикарнейшие мне так нравится обалдеть порой вместо вместо того чтобы поднять щит персонаж пытается нанести удар щитом за этим нужно следить видишь тогда нужно нажимать еще раз нужно подлечиться резко здоровья все хорошо спаунер спаунера нет ну вот хотя бы благодаря этому мы с вами можем сейчас вкачать наконец-то фермерство в восьмой уровень есть отлично дальше ловкость давайте прокачаем немножко я вижу вон паук они любят здесь тусить ух это богато компасы нет это часы на компас тоже есть железная броня на волка серебряные ботинки саженцы железная кирка давайте-ка всех загасим сначала потом все будем собирать потому что сейчас чертовски небезопасно здесь еще и спаунер скорее всего живой да он не страшный как я и сказал у нас с вами защита от яда давайте сюда они сами разрушились нужно было с собой взять ведро воды у нас с вами здесь внизу сундук есть я вот специально не убирал чтобы можно было сюда убрать эти вещи я ни черта не вижу зараза при помощи компаса мы с вами наконец-то можем узнать в каких локациях на какой точке мы с вами находимся очень полезно при помощи часов естественно мы с вами смотрим а здесь только день здесь нету сезонов сезона по-другому здесь показываются точно блин я забыл ладно хорошо я разрушил его фуф класс давай подлечимся оу 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 тихо как этого не хватало но это прям очень круто мы сейчас с вами считайте прокачаемся до конца железный шлем тенти я предлагаю идти добивать их что здесь золотой золотой слиток класс золотое яблоко зелье возврата шестнадцать атаки нужно шестнадцать мининга ты смотри а это предпоследний этаж на самом деле есть такая тактика что мы с вами нажимаем плита нужно быть аккуратным потому что вот такие фишки это может быть ловушка но нет здесь нормально застроим просто неожиданно другая текстура босс он чтоб со спины щас не прилетела вот так вот да даже видите там дырка огромная я его забил сейчас пройдет что-то получили рапира блин рапира это фигня то есть лэнс от копье у него очень хороший бонус когда мы на чем-то едем то есть нам нужно ну верхом на ком-то ехать чтобы получать бонус просто так естественно никакого бонуса нету в бошку дал да ну нафиг да как так то и все это получается последний этаж мы с вами все зачистили о нет я тупанул это босс блин я расслабился я забыл про него черт ну так ладно стоп может быть я с ним справлюсь он че через стену что ли теперь бьет ты же раньше не бил через стену видимо модификацию обновляли я примерно год назад ее смотрел но нет может быть полгода назад я смотрел по ней видео и заразу он через стены не бил нам нужно проскочить или умереть или выпрыгнуть в окно точно это вариант отличный вариант все хорошо ха 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 я придумал как от него свалить я забыл про это я забыл что нельзя трогать последний сундук оттуда босс появляется но мы можем в принципе попытаться с ним справиться да это же не тот сундук с собаком я хотел вытащить оттуда в алмазной кирку и ничи чего чё за нафиг да да только не сейчас ха 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 зараза мне сегодня со сном не везет то риппер то этот просто постель взорвалась от респауна о май гад в дереве жить не самая лучшая идея нет 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 стоп все у нас нет точки респауна привет океан да такого подвоха я не ожидал из всех мест где я мог заспауниться я заспаунился в ловушке там камень и мне приходится отсюда выбивать путь просто вот так вот через камень сразу я надеюсь что там земля то есть мне придется выбить два блока этот и нижний в надежде что там земля или верхней например где то лучше верхней выбить и попытаться пройти сквозь землю там песок то есть мы сможем отсюда выкопаться главное прокопать еще один камень я свободен ладно вот эту фишку на самом деле почему постель взорвалась я честно говоря не понимаю скорее всего есть какой то шанс что это произойдет после смерти и собственно говоря каждый раз рискуешь и именно поэтому стоит жить наверное в каменном доме чтобы у тебя все вокруг тебя не загорелось и можем помочь жизнь в дереве это не самый лучший вариант так мы с вами находимся на каких то болотах потому что видите огромные ууууууууууууууууууууууууууууууууууауууууууууу grandan разлом, это прям счастье для нас, потому что это огромное количество опыта, вот просто так на халяву. Там какой-то опять дом, но я не уверен, что в нем хоть что-то есть, скорее всего это просто постройка посреди воды и без сундуков, без всего. Сундук, здесь есть сундук, тихо, а еще здесь не только сундук, здесь еще что-то есть, ага, это прикольно, ладно, хорошо, запомним. А, вот этот дом выглядит уже многообещающе. Плюс мака есть, хорошо. Плюс мы с вами будем жить рядом с морем, это, конечно, не самый лучший вариант, потому что в море прям огромное количество всяких разных гадов. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Дождь, как же не вовремя, а? Давайте, несем все сюда. Песочек, все дела. Видите, у него есть окна. В нем есть печь, в нем есть верстак, в нем уже все подготовлено для жизни. В нем сразу много сундуков, есть железо. Оу, ха-ха, привет. Неплохо. То есть мы с вами находимся очень далеко оттуда, потому что там минус 36, минус 2400. Я специально записал координаты. Да, мы очень далеко. В общем, пока что забыли про то место. Много железных слитков. Спуск. Так, секундочку, а постели нету, да? Нету постели. Подожди, нам нужно для начала сделать обязательно постель. Нам самое главное сейчас не сдохнуть и сделать себе новую постель. И все, все, и у нас вообще все есть. Мы, можно сказать, просто все себе сейчас восстановили, кроме, конечно, алмазных там инструментов. Может быть, когда-нибудь мы туда доберемся. Но мне кажется, к тому моменту нам это уже будет абсолютно не нужно. У нас все будет хорошо. Все хорошо, больше это на самом деле не трогаем. Мы с вами в лесах, это тоже на самом деле неплохо. Единственное, что есть беда, что очень хороший шанс на энтов здесь. То есть, когда будешь рубить деревья, ну, на тебя могут энты напасть. Соответственно, это прям подарок, так подарок. Спасибо, игра. У нас с вами есть все. У нас с вами есть волокно. Мы с вами сделаем нитки. Идем сюда, рубим деревья. Хочу немножечко сейчас деревья убрать рядом с домом. Нужно будет дом, в доме вообще все заменить деревянное на каменное. Потому что, ну, вообще сверху все каменное. Дерево тут только пол. Нам с тобой нужно сейчас просто сделать постель. Началась ночь. Мы сейчас установим здесь точку возрождения. Возможно, там в подвале есть постель. Я просто не хочу рисковать туда спускаться. Там может быть все что угодно. Но вообще-то, честно говоря, не может быть. Мне кажется, там такого не бывает. Там с этим все гораздо проще. Давай спим. Сколько меня убивали. Есть. Новый день. Красота. Новый день. Новый дом. Здесь что-то у нас тут заспаунилось посреди дома, да? Это не айс. Нам это здесь не нужно, ребят. У нас с вами есть постель. У нас с вами есть постель. Поставим это обратно. Здесь. О май гад. Это еще трындец каменный. Топор пошел нафиг. Это сюда. У нас с вами просто немерено хавчика теперь. Здесь хлеб. Здесь хлеб. А я думаю, что сразу стоит тогда сделать, раз только у нас с вами всего. Сразу делаем с вами... А что я делаю? Нет. 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 Делаем с вами рапиру. Рапира доказала свою состоятельность. Блин. Хреновая получилась. Видите, снизу как раз статистики. Это плохо. Здесь тоже типа такое. Может получиться хорошая. Может получиться среднего качества. Может получиться отвратительная. Ну. Давайте знаете, как сделаем? Оставим ее, но потом. Вдруг пригодится когда-нибудь куда-нибудь добежать. Скрафтим лучше еще одну. Ну, потому что я не хочу с такой ходить. Ну, это ужас. Я понимаю, что я трачу железо, но все же. Чипт. Ну, немножко со сколами. Но это уже лучше. Это гораздо лучше, чем то. Потому что там совсем ужас был. Ты посмотри. Ты вообще в это веришь? Ты веришь в такое везение? Ты в такое везение веришь? Я нет, честно говоря. У нас уже железная броня. У нас с мотыгом. У нас с вами есть яйцо. Семена. Еще одна мотыга. Железная лопата. Вау. Слушай, а прикольно так заспаунилось, да? Прям идеально. Даже строить ничего не нужно. Я думал, может быть, сразу скрафтить. Знаете что? Давайте сделаем вот так. Вот это пригодится по-любому. Для курицы загончик небольшой. Я не знаю. Опять же пригодится. Вот так вот. И вот здесь закроем. Цып-цыпа. Иди сюда. И ты иди сюда. Класс. Вот это называется стартовый дом. И с какой-то стороны прям очень хорошо, что он нам изначально не попался. Потому что если бы мы с вами сразу нашли себе такой домик, было бы очень досадно. Ну то есть, это было бы слишком просто. Что ты не идёшь? Пойдём. А вначале не было бы такого кайфа от этого выживания, от этой сложности. Прикольно. Туда можно сразу спуститься. Может, что-то накопать можно будет. Та же самая история. Огромная пещера. Вон уже уголь. Все дела. Смотрим сейчас по сторонам, что ещё здесь есть. Из-за того, что это лес, нужно сейчас деревья обязательно все подрубить рядом с нами, чтобы... Привет, нимфа. Чтобы у нас не спаунились под боком скелеты. Точнее, чтобы им негде было прятаться, чтобы не было тени. И они не могли здесь торчать. Скелеты, криперы, зомбаки, всякая прочая нечисть. Сами понимаете, они любят такие места. Вау. Это плохо. Но, в принципе, нормально. Эх, я об этом сказал. Я об этом сказал, что заспаунится какой-нибудь энд. Это ещё слабенький энд был. Вот. Вот это немножечко новая для нас особенность. Нам стало трындец как жарко. Потому что... Ну, здесь просто жарко. Чтобы охладиться, мы просто с вами опускаемся в воду. И охлаждаемся. Я тут одну курицу случайно замахал. Что-то как-то у меня... Не знаю. Не срослось с ней. Давайте попытаемся себе народить ещё одну класс цыпленных. Всё хорошо. Она с вами снова. Ммм. Блин. Спокуха. Спокуха. Иди туда. Во. Хорош. Теперь у нас с вами три как раз курицы. Пускай растут. Всё. У нас с вами теперь всегда будет мясо. С этим всё будет хорошо. Вот единственное, что прям очень сильно жалко. Это без аарта, что он там остался. Да. Здесь жарковато. Понятно. Ну что. Это у нас с вами вполне себе так сойдёт за шахту. В шахте, кстати, будет попрохладней. По идее как... Как помните, нужно всё освещать. Ну пошли глянем. Сей класс в уголь. Так. Эта шахта оказалась недоразумением. А вот тут... Это прям очень хороший спуск вниз. Слышите? У нас беда. Ладно, хорошо. Я в прошлый раз от него столько раз умирал. Ну, в той шахте. Здесь из-за того, что темно. Здесь много чего сейчас будет. Нестабильность. Восходит кровавая луна. Да. В этой сборке очень много всего от террария. Прям очень много всего. Так что я сейчас на улице не пойду в кровавую луну ни за что. Есть у меня такое ощущение, что во время кровавой луны я не смогу спать. Привет. Кровавая луна закончилась. И мы с вами без курицы. Без куриц. Потому что здесь был раптор. И он сожрал её, походу. Да. Досада. Ну, или что-то по типу раптора. Ладно, хорошо. Пойдёмте вниз. Мне нужно как можно больше железа. Ничего другого я всё равно сейчас не достану. Дрянь. Фух. Ещё один. Ты иди ты. Есть, хорошо. Привет, зомби-житель. Я не буду тебя лечить. Мне нужен опыт. Я нашёл лаву. Я нашёл лаву. Я нашёл алмазы. Да, детка. Алмазы это очень большое количество опыта. Но нам с вами нужно обязательно обезопасить их. Лава мне нафиг не упала. А вот алмазы, это прям очень важно. В принципе, неплохо. Окей. Там вроде лавы нигде нет. Ну, то есть я здесь лавы не вижу. Вот то, что здесь было чуть-чуть и всё, да? Ох, ладно. Это вот на самом деле сейчас очень опасно. О, железо ещё. Ладно, хорошо. Там золото, кстати, ещё было. Я прошёл мимо. Я знаю. Это немножечко опасно, потому что из, если не ошибаюсь, как раз них очень большой шанс, что кто-нибудь выскочит. Можно, типа, попытаться, знаете, как сделать? Немножко так себя обезопасить. Я не знаю, буду отсюда доставать или нет. Не, вряд ли. Как-нибудь вот так вот мы с вами сделаем. Если что, сразу отбежим назад. Ладно, хорошо. Тихо. Зачаров у нас нету, но... Видите, что творится? Сразу по уровню с каждого. Секунду. А, нет, мне показалось. Эх, ладно, была не была. Вы это верите? Эх, была не была. Нам, получи, распишись. Ладно, хорошо. Всё будет нормально. Чёрт. Блин. Пока дойдёшь, уже сдохнешь. Зараза. Фишка в том, что их двое. Если с этим мы ещё справимся. Класс, они между собой зарубились. Ты его зарубила? Чё, просто в это не верю? Я просто в это не верю. Это ерунда. Это мы сейчас справимся. Это ерунда. Я сейчас вернусь, я посплю, я вернусь и справлюсь. Нет. Я здесь уже один раз помер. Видишь, он отличается. Какого? Бежим. Все вещи пропали, что ли? Блин. Дриянь. Все вещи пропали. Попытаемся вот так вот. Не знаю, перелезет или нет, посмотрим. Вроде не перелезла. Ну там просто есть ещё ресурсы, мне их нужно забрать. Ща, подожди, подожди, мы с тобой вопрос решим. Да-да-да-да-да-да. Думала вот так просто ко мне подкрадётся, а? Есть. Есть. Это не последняя чупакабра, там впереди ещё одна. Но это была очень жёсткая чупакабра. Вайолет. Всё просто задиспаунилось, блин. Ладно. У нас нет выбранных, и я их хочу выкопать. Спасибо. Ну вот. Этого хватит на кирку. Но на кирку нужно ещё помимо этого 16 уровней. 16 уровней в майнинге. А мне? У меня 10. Ладно, давайте копать железо. Здесь хотя бы железа много. Этот не страшный. Жарим. Жарим просто здесь. Железо, здесь золото. Как помните, я как раз показывал, что из золота... Сейчас я покажу ещё раз. Бэкпэк. Нам нужен один кусок шерсти, 7 кожи и золота. И таким образом у нас... Сколько сейчас? 8. Таким образом у нас с вами больше ничего не будет разлетаться. Плюс золото очень много даёт как раз опыта при переплавке. Это пошло сюда. Это сюда. Вот так вот. И одеваем его. Одевается он, честно говоря. Сейчас, секундочку. Если не ошибаюсь, да. Мы его сначала ставим. А потом его вот... Вот таким вот образом мы можем в него закидывать все вещи. То есть мы можем, смотрите, вот так вот переложить. И вот так вот одеть. Всё. Соответственно, он нам даёт 5 брони. Пошли поспим. Он, конечно, не сравнится с железной бронёй, но... Это очень неплохая защита. Плюс это очень удобно. Давайте выйдем. Пойдём немножко отходимся. Плюс это очень удобно в том плане, что мы можем всегда вот так вот его поставить. Shift-клик. Shift-клик поставить. Заглянуть в него. Shift. Секундочку. Кажется. Вот так вот, да. Shift-левая клавиш мыши. Зажимаем. И, естественно, его таким образом одеваем. 5 брони даёт. Мог получиться и получше, на самом деле. Там, если не ошибаюсь, вот эти предметы, они получаются... Ну, с рандомными статистиками. Но нам просто немножко не повезло. Ну что ж. Сегодняшний выпуск предлагаю на этом завершить. За кадром я подобываю руду. Естественно, там уголь. И таким образом, я думаю, что получу 16 уровень в добыче. И мы сможем использовать алмазную кирку. И на следующем выпуске пойдём исследовать эти земли. На этом пока что всё. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok